А далее говорим об уроках по сценарию Кремля. Чему учат школьников в России, как это отражается на психике детей, каковы цели военной пропаганды в школах и чем это грозит российскому обществу через 10, 20, 30 лет. Какие могут быть последствия? Дима Зицер-Педакок в ближайшее время к нам присоединится для того, чтобы обсудить эту тему. Мы не раз поднимали ее. Дима, вы нас слышите? Мы вас видим как слышите. Здравствуйте, дорогие. Вижу, слышу, слышу. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ранее в законе об образовании в России был термин предоставления услуг в сфере образования. И это вызывало много споров, потому что многие критически к этому относились, в том числе педагоги. Если образование это услуга, то педагоги и учителя, получается, обслуживающий персонал. Это их обижало. Теперь такого термина там нет. Есть термин реализация образовательных программ. Что на сегодня школа в России? Давайте два слова, если возможно я прокомментирую то, что вы сказали. На самом деле это кажется мелочью, но вообще-то это резкое изменение курса системы образования, чтобы не сказать крушение. Давайте разберемся, почему услуга и почему услуга это верно. Потому что услуга имеет в виду следующее. Есть заказчик. Если мы с вами подумаем, то мы поймем, что заказчик это ребенок, семья. Есть исполнитель этого заказа. Ну, школа может быть частной, школа может быть государственной. В любом случае есть кто-то, кто выполняет этот заказ. В ту секунду, когда убирают термин услуга, все оказывается в одних руках. Но это такая коррупционная схема. Мы сами у себя заказываем и сами выполняем. Таким образом пропадает и любая критическая точка, и возможность на это влиять. И так далее, и так далее. Что касается того, что это вызывало какие-то реакции у части людей. Но у людей недалеких, я полагаю, потому что услуга совершенно не означает обслуживающий персонал. Пилот, доктор, кто угодно, президент, между прочим. В этом смысле это обслуживающий персонал. Но, как вы понимаете, сегодня это опасная точка зрения. Поэтому это резко меняется. Но касается того, что сегодня система образования, ничего сегодня система образования. Нет, на сегодняшний день, на российской системе находится в переходном периоде. На мой взгляд, в периоде крушения окончательного. Потому что все так или иначе начинает подчиняться одной цели. Какой вы знаете. Погубное влияние Запада. Они хотят нас уничтожить. Мы должны всех победить и так далее. Сказать, что это успешный процесс. По факту пока нет. Системно, к сожалению, тенденция совершенно очевидна. Так что вот так приблизительно. Закон об образовании запрещает политическую агитацию, принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений, либо отказу от них. А что тогда с разговорами о важном? Это не политагитация получается. По мнению Минпросвещения. Дорогие друзья, я в руках сейчас держу. Мне неприятно держать это в руках, но я держу в руках тот самый учебник истории за 11 класс. Вот что-то он у меня не четко видит. Поверьте мне, это он. Значит, устроено это следующим образом. Это политическая агитка от первого до последнего слова. Опять-таки, я держу, прошу прощения, это моя работа. Что называется. От первого до последнего слова. Я, вы знаете, поначалу, когда он впервые попал мне в руки, начал какие-то закладочки, видите, вставлять. Где так, где не так, где, так сказать, вот та самая политическая агитация. А потом в какой-то момент я решил погадать на нем. И вот я просто наугад открываю, не знаю, любую страницу. На любой странице написано. Окей, да, значит, Украина, неонацистское государство, так было всегда. Или Горбачев был тщеславным человеком, и поэтому на него оказывал влияние Запад. Или на Россию последовательно хотели напасть всю ее историю, и так далее, и так далее. Так что разговоры о важном, это уже пассе. Увы, на самом деле, если таким образом устроен учебник, про учебник 11 класса вы знаете, 10 класса вы знаете, на следующий год собираются вводить учебники с 5 класса. Но это идеология каждую секунду, говорят об изменении программы по литературе. Плохо, ребят, плохо. Ну что сказать? Мы об этом уже говорим реально с начала полномасштабного вторжения о том, как пропаганда просочилась в школы и стала нормой, о том, как милитаризация просочилась, о том, как война – это обыденность для россиян и для детей, что самое страшное. Вот когда все это в школу внедрили, когда только начиналось, были отдельные попытки учителей и директоров сопротивляться. Почему сопротивление не набрало массового характера, по-вашему? И есть ли сейчас отдельные случаи, или все прям утихло, все смирились и просто тянут свою лямку? Давайте с конца я начну, со второй части. Безусловно, есть сопротивление, безусловно, по-прежнему есть честные, профессиональные учителя, и они будут всегда, они будут в любой стране. В этом смысле есть воспоминания даже о нацистской Германии, насколько были люди, которые всеми силами старались выполнять свою работу честно, потом уходили в подполье, кстати. Так что такие случаи есть, и в определенном смысле отчасти происходящее компенсируется всеобщим бардаком обычным, хотя это происходит системно. Вот смотрите, вы правы абсолютно, что вы про это говорили, и я имел честь с вами про это несколько раз говорить. Если вы помните, где-то год назад, приблизительно, да может и полгода назад, я и сам говорил о том, что, ребята, это инициатива на местах, это проявление на местах. Сегодня это абсолютно точная система, которая, знаете, как вот кольцо зла, как в хранителях, закрывается со всех сторон. Это, к моему огромному сожалению, то, что происходит. Как получилось это провести и сделать это практикой, так при поддержке народной, друзья, к сожалению, то есть где-то было мало сопротивления, значит, где-то люди считали, что ничего и без нас разберутся. Это же, знаете, это другая тема, но это тот самый вопрос об ответственности. Существует ответственность за войну России в Украине или не существует? Эта ответственность существует, на мой взгляд, абсолютно на 100%. У 100% всех находился или находился в России, включая вашего покорного слугу. Где-то не раскрыли рот, где-то не сказали человеку, который рядом сидел, послушай, давай попробуем подумать иначе. Где-то, если люди имели право голосовать, поленились пойти голосовать. Где-то лишний раз не поговорили с собственным ребенком. Где-то не попытались повлиять на школьную систему. Происходит вот так. Но при этом все равно это меньшая часть, о ком я говорю. А очень большая часть, к моему огромному сожалению, те, которые подверглись, у которых нет вот этого антигена пропагандистского, который еще раз есть у меньшинства, они дождались своего часа, к моему огромному сожалению. И в школе реакция в политическом смысле, да, реакция очень-очень сильная. То есть такое ощущение, что было очень много людей, которые только и ждали вот этого момента, когда вот оно, возвращение к обычной риторике, возвращение в Советский Союз в определенном смысле, возвращение к возможности не использовать рефлексию, возвращение к возможности говорить, мы самые лучшие. Почему? Потому что другие намного хуже. Возвращение к упрощению сумасшедшему, возвращение к гордости на любую тему. Вот так. Так что я боюсь, что это такое сочетание факторов. Есть и третий фактор, но третий фактор очевиден. Это, ну, так сказать, власти, которые поддержаны силовыми структурами, которые просто вводят это сверху. Но первое, второе первичное, на мой взгляд. Дима, может быть, у вас есть эта информация, может, даже какая-то статистика. Вот та катастрофа, которая происходит с системой образования в Российской Федерации, она уже каким-то образом повлияла на популярность профессии учителя? Я имею в виду, в прошлом году и в нынешнем году. Не упало ли количество желающих отдавать документы в педагогические вузы? Нет, статистики, конечно, никакой у меня нет. И в ближайшее время точно статистики не будет по понятным причинам. Но навскидку, что называется, нет, не упало. Потому что это же длинная цепочка с педагогическими вузами была из профессии учителя. И последние много-много лет уже, лет 20 точно, может, и 25, было очень многое сделано для того, чтобы, ну, как бы сказать, бытовало такое мнение, что профессия учителя – это возможность получить высшее образование или на сленге «вышак». У меня был когда-то такой случай, мы искали учителя в школе, я договорился с своей приятельницей и деканом, что мы повесим объявление на факультете X. И нам не позвонил ни один человек, это был какой-то 2005 год. И тогда меня это довольно сильно удивило. Слушайте, известная школа, хорошая зарплата, возможность учиться, возможность становления в профессии – никого. нет, это отголоски прошлых вот тех самых процессов, которые сегодня, я думаю, были затеяны умышленно. Но я знаете, что скажу с вашего позволения? Зато есть другая тенденция, которая совершенно очевидна, и она налицо – это уход людей из школ, уход детей на семейную форму обучения, которая осталась в законе об образовании. Слушайте, это имеет обвальный характер, я не скажу, конечно, но массовый характер абсолютно точно. Я не знаю, слышали вы это или нет, но самый яркий пример – это уход группы учителей из пермской школы, это было в прошлом году. Нет, в прошлом месяце, простите, пожалуйста, в прошлом месяце, за которыми ушли дети. И сейчас такого происходит очень-очень много. Значит, по понятным причинам этого почти нет в паблике, но по понятным же причинам до меня это долетает. Так что в этом… Извините, ага. Да-да-да, нет, я задам позже. Ну, иными словами, это уход и детей, и учителей. Это очень-очень интересный, очень крутой процесс, да, когда уходит, например, группа детей, учитель понимает, что он не может работать честно, собирается с силами, уходит, и дальше образуется учебная группа. По закону пока. Страшно, что на место этого учителя, который уходит, приходит другой. Да, и вот… И не факт, да, что он… Еще про роль учителя, ведь в современном мире, вот, не знаю, в Украине, у нас мы сейчас по-другому относимся к учителям. Учитель – это не безукоризненный там авторитет, ты его слушаешь и всему веришь. Это друг, это наставник, это человек, с которым можно обсудить ту или иную тему с разных взглядов. Ну, по крайней мере, хочется, чтобы такие учителя были у наших детей, которые будут понимать, которые будут слушать, прислушиваться. В России, получается, есть категория учителей, которые совсем не такие. Они попадают в эту систему, они закручиваются в этой системе, репрессивной, авторитаристской. И они покоряются этой системе, они доносят на своих детей, а завтра, что, они будут их бить и унижать при всему классу. И это будет нормой. И такие дети будут в такой среде воспитываться и думать, что это норма, что можно старший, может вот так вот унижать младшего. Знаете, что я вам скажу? Давайте возьмем чуть пошире. Дети ведь не сами в эту школу приходят. Детей в школу отправляют родители. К моему огромному сожалению, ненавижу этот глагол, но в данном случае это верно. А могут, между прочим, не отправлять. А могут, между прочим, переходить на ту самую семейную форму обучения. А могут, между прочим, образовывать семейную группу учебную. А могут, между прочим, нанимать тьютера. А могут, между прочим, искать других учителей. На сегодняшний день речь идет о спасении детей. На сегодняшний день решение о том, к какому учителю, в какую школу идет ваш ребенок, это решение принципиальное, это решение базисное, это решение жизненное. Что касается вот этих уродов, которых вы упомянули, которые туда идут и ведут себя подобным образом, пусть остаются одни. Если вашему ребенку, я обращаюсь вдруг, меня кто-то услышит, понимаете, что на него давит та самая пропаганда, его пытаются индоктринировать. И самый простой и самый законный на сегодняшний день способ с этим взаимодействовать. Встать и уйти. Вот и все. А дальше, слушайте, мы придем, я думаю, надеюсь, что очень-очень скоро к вопросу о педагогической иллюстрации, но это отдельная тема. Но эти учителя, очевидно, что я и учителями-то не поворачивается язык их назвать, но какие-то, не знаю, не могу в эфире сказать то, что у меня в голове крутится. Сами подберись. Дима, скажите, вот вы показывали этот учебник по истории, который очень сложно назвать учебником и очень сложно назвать учебником по истории, но тем не менее по нему будут учиться дети, уже учатся. Педагогическое сообщество, вот, например, есть профсоюз Альянс Учителей. Очевидно, есть еще множество других профорганизаций, которые в том числе следят за тем, что происходит с системой образования в России. Фиксируются ли фамилии тех, кто так или иначе причастен к милитаризации детей? Вот даже там, условно, авторы этого учебника. Это же кто-то пишет, и за это же кто-то должен потом понести ответственность, как ни крути. Это правда. Теперь смотрите, ну, это пишет Мединский просто, здесь написана его фамилия. Отдельная тема чудесная. Так что эти имена известны. Нет, вы знаете, что я вам скажу? Я не знаю, есть ли люди, которые это фиксируют, но мне кажется, педагогическое сообщество должно заниматься совершенно другим. На данный момент все еще есть огромное количество честных учителей. Ребята, вот честное слово, я даю вам честное слово. Которые стараются честно выполнять свою работу и могут выполнять свою работу. Ко мне в программу, слушайте, звонят молодые люди. Иногда совсем недавно такое было. Вот звонит молодой человек, учитель истории. Говорит, Дима, дайте совет. С одной стороны, все, я больше не могу, я понимаю, что через шаг я начну врать. С другой стороны, до этого момента мне удается не врать и удается поддерживать детей. Вот как мне оставаться честным? Слушайте, это типичный вопрос. Таких людей много. Мне кажется, задача педагогического сообщества сейчас не терять человеческий облик, не терять профессиональный уровень и заниматься тем, чему мы учились. А именно поддерживать детей, помогать делать так, чтобы дети развивались и так далее. Получается делать это в школе? Офигенно. Не получается делать это в школе, вставать и уходить. И уже по опыту последнего года понятно, что дети присоединятся. Да, вот по поводу спасения детей. Мы тоже много раз с вами об этом говорили, о том, что спасайте, забирайте, переводите на домашние, альтернативные, любые способы. В этом вопросе нет слова сложно. Есть желание, потому что речь идет о душе ребенка и о его будущем. Допустим, забрали родители ребенка из школы, проводят домашнее обучение. Но ребенок же все равно в среде. Он живет в России, в городе, где плакаты вагнеровцев «Вступайте в ЧВК», еще до недавно были, где пропаганда войны, где с телевизоров реклама о том, что «Вступайте в вооруженные силы, идите в Украину убивать». Они ходят во двор к своим друзьям, которые еще остались в этой школе. Они ходят на кружки, они в этом всем варятся. Так или иначе, ты их дома не запрешь. Реально ли, чтобы дома так объяснили, так рассказали, так воспитали, чтобы улица и общество не повлияло? Реально ли спасти ребенка в целом? Конечно, да. В этом смысле семейная культура всегда будет сильнее культуры школьной, например, или культуры дворовой, лет приблизительно до 10, если вы сейчас вспоминаете, вспомните это о себе. До определенного момента, как ни крути, я все равно несу в себе то, что я получаю дома. И я считаю нормой то, что происходит дома. Дальше начинается так называемый переходный возраст, там всякие другие работают инструменты. А дальше мы возвращаемся в ту же систему. Это первое. Второе. Слушайте, я совершенно не обязательно человек в ситуации войны должен шляться, бог знает где. Опять-таки, особенно в раннем возрасте. Очень во многом лет до 10, если не до 11, мы, то есть родители, формируем ту самую социальную среду. И мы выбираем собственных друзей, и так иногда появляются друзья у наших детей. И мы выбираем фильмы, на которые мы идем, или вообще не идем, а смотрим дома. И мы выбираем, в какую часть города идти и так далее. Слушайте, мы выбираем. В этом смысле это очень трудно, сейчас вы мне скажете. Но что делать-то? Ну вот что делать? Это очень-очень трудно. Но мы оказались в такой точке. Блин, сколько же это объяснять-то им, не вам. Понимаете? Да, нужно работать. Потс нас должен течь, чтобы выбрать правильную социальную среду. Для ребенка тоже. Теперь, к началу вопроса. При этом, безусловно, если человек понимает, а человек должен понимать, что идет война. Если человек понимает, что на сегодняшний день он находится в стране, которая ведет себя, мягко говоря, несправедливо, но я выбираю термины для детей. Да, которая напала на другую страну, которая ведет себя неприлично и так далее. Второе. Третье. У него дома должна быть возможность говорить обо всем, о чем ему вздумается. Вот такой уровень доверия. Если у него будут такие возможности дома, он не побежит разговаривать на эту тему с кем-то другим. И наоборот, если дома ему скажут, не твоему, а дело, пойти к себе в комнату, маму с папой поговорят и так далее, и так далее. Слушайте, он живой человек, он часть семьи, он чувствует, что семья его отодвигает, он пойдет в другое место. Дима, а вы знаете, я еще хотел вас спросить о родительских комитетах, потому что мы часто говорим, да, о педагогическом сообществе непосредственно. Но интересно, в России такое школьное образование, как родительский комитет, имеет право голоса. То есть, условно, я понимаю прекрасно, что родительский комитет не может собраться, наверное, хотя может и может собраться там и протестовать против того, чтобы дети учились по этому учебнику истории, который вы сегодня нам демонстрировали. Но, если он этого не может сделать, то может ли родительский комитет сделать так, чтобы в школу не ходили вагнеровцы со своими рассказами о том, как они в Украине убивали украинцев. Там, не знаю, не вешали таблички тем, кто погиб на войне в Украине. Это возможно или нет? К моему огромному сожалению, на мой взгляд, это совершенно невозможно. Про вагнеровцев это невозможно, потому что это принято на системном уровне. Не везде, кстати, давайте мы зрителям расскажем, что это не то, что во все школы вошли вагнеровцы. Но это во многом зависит, с одной стороны, от инициативы, иногда родительского комитета, между прочим, и директора школы. С другой стороны, появился вот этот должный советник по воспитанию директора. И к этой части присоединились и вагнеровцы тоже такие случаи есть. Нет, родительский комитет в данном случае не может ничего. Он и до этого не особо пользовался своими возможностями, которые были. А сейчас уж точно нет. Но представьте себе ситуацию, что директор школы говорит, у нас будет проведена лекция участника войны, значит, участника СВО, и родительский комитет придет и скажет, нет, мы против. Ну, если они раньше на это не решались, то сегодня на это они, конечно, не решатся. Нет, на это надежды нет, абсолютно никакой. Есть надежда о том, что рано или поздно, и мы желаем это российским детям, искренне они смогут оправиться от пропаганды, милитаризации и навязывания войны, которую им сейчас вливает российская власть. Дима, спасибо вам большое, что присоединились. Дима Зицер, педагог, говорили о милитаризации и пропаганде в российских школах. Продолжение следует...